Привет, друзья! Это проект Русская Америка. Меня зовут Юрий Моша. Я продолжаю отвечать на вопросы зрителей. Вопрос зрителя канала, куда же я все-таки уеду на Новый год. Я как-то делал ролик и, наверное, с месяц назад как раз говорил, что еще нет у меня решения, куда я поеду на Новый год. Сейчас оно уже, наверное, есть. Я останусь либо в Нью-Йорке, либо уеду в Канаду. Вот 23-го числа я подал документы на получение адванс-пароля. Дальше, если мне адванс-пароль подтверждают, тогда я могу пойти в канадское консульство, которое находится в Нью-Йорке, и получить визу в Канаду. И, в принципе, поеду в Канаду на Новый год. Я думаю, что там в короткий срок не должны ее, по идее, дать. Если не получу визу по каким-то причинам, ну, может, такое тоже может быть, то тогда останусь в Нью-Йорке. Плюс еще, почему в Канаду. У меня мой друг, о котором я рассказывал в видео в самом начале, когда я только ролики начинал делать, его зовут Сергей. Помните, я рассказывал, что когда у меня машины еще не было, он только закончил медицинскую школу, и он меня возил на своей машине, как бы по всем моим проблемным делам. Вот, и он уехал сейчас, он отучился, и уехал сейчас в Вермонт. Это штат на границе с Канадой, очень такой чистенький, богатый штат, в котором живет преимущество белое население. И он там работает, работает в госпитале большом, очень большой госпиталь, там самый большой в этом штате. И у него там квартира своя уже, как бы, ну, он снимает, родители у него уже живут здесь, в Нью-Йорке. А я жил у них в Бруклине изначально, то есть, как бы, когда, первое время, когда только приехал, я арендовал у них, и первые ролики, которые я делал, это как раз из их квартиры, квартиры. Вот, и я поеду к нему в гости, как раз меня уже приглашал, и там уже буквально, там Ниагарские водопады рядом, посмотрю, я не был на Ниагарском водопаде, плюс сразу же там можно будет очень быстро пересечь границу и поехать в Канаду, посмотри, потому что потом я уеду после 15 января, я планирую ехать в Майами, и там застряну на какое-то время. И уже вот в Канаду надо все-таки, наверное, зимой съездить, посмотреть снежную сказку. Ну, конечно, уже снега полно. Так что вот такая история после Нового года. Если вдруг кто-то, если останусь в Нью-Йорке, и кто-то захочет увидеться, пожалуйста, звоните. Абсолютно со всеми зрителями, которые хотят встретиться и познакомиться, пообщаться, встречаюсь. Кто хочет, с тем видео записываю, кто не хочет, значит, просто чай пьем, как говорится, и общаемся.